привет своим дизер сегодня ребята вы сами видите дачу у нас меня на столе это mi band 3 и mi band 2 то есть сегодня у нас но без сравнения этих двух браслетов между собой сами понимаете какой может быть обзор но это не обзор будет это херни и сегодня мы будем с вами рассматривать именно эти браслеты то есть но с приложением под android все понятно и с приложением подавис тоже все понятно немножко разные настройки под android больше возможности но приложение нас сегодня не интересует нас интересует то собственно говоря как чё у нас работает и давайте проверим как у нас поступают вызов на mi band 2 поколения то есть когда кто-то звонит тебе примеру ты соответственно чё получаешь на браслете получаешь ли ты номер или только имя абонента вот этот интерес нет он только показывает что соответственно у нас идет вызов и все на этом все теперь посмотрим и что у нас получается с mi band 3 потому что он конечно себе интерес не показывает то есть он по идее должен показывать и имя и должен показывать соответственно номер вроде бы если что придется тут конечно замазать хотя не знаю дозвонюсь вообще на тот номер да дозвонился вот он показывает номер потому что номер соответственно удерживайте чтобы ответить то есть я например нажимаю удерживаю ответить а пользователь занят есть так мы видимо сбрасываем вызов но окей хорошо то есть вы уже вот поняли разницу до что здесь он номер показывать здесь нет это связано кстати в каком-то мере с прошивкой то есть mi band 2 он умеет показывать на самом деле время 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 понятно что он умеет не время а этот господи что я говорил то имя и абонента но когда прошивка прилетает русской ты соответственно ставишь русский язык в приложении мифит то соответственно у тебя все пропадает не знаю почему так но вот как то так дальше что еще мне наверное хотелось бы отметить опять же это разница в экранах да то есть здесь естественно никакой не amoled а здесь amoled и это прям видно потому что разница вам ну тоже видно дальше поехали сравнивать по режимам соответственно здесь у нас режим переключаться свайпом мы можем посмотреть шаги мы можем посмотреть состояние сколько мы прошли сколько сожжено калорий и уровнем батарейки да мы возвращаемся назад делаем еще один свайп мы можем измерить пусть то есть нажимаем удерживаем написано для измерения еще раз свайпом и погода сегодня завтра и пятница то есть еще через два дня и уведомление мы можем почитать а как нам уведомление зайти а уведомление нам нет но в них не зайдем и подробнее опять же свайпами здесь у нас удерживайте чтобы начать то есть это таймер я так понимаю режим без звука скорее всего это в смартфоне имеется в виду поиск устройства удерживаем пошел поиск устройства то есть громко пипец но это просто потому что ну все хватит я понял поиск устройства громкий и экран здесь опять же нажимаем удерживаем переходим сюда здесь мы можем выбрать из трех циферблатов к сожалению всего только три ну куда к сожалению только три циферблата то есть либо такой либо такой либо такой они практически идентичные вот первый и третий да вы видите что только шрифт разные и собственно все дальше еще идем посмотрим что у нас тут и есть экран сейчас я поменяю на тот который был потому что когда он показывает вместе с шагами это лучше и интересней и соответственно информация то есть сюда мы тоже заходим смотрим здесь у нас по идее да какая-то сервисная информация и все то есть на этом у нас с mi band 3 понятно все его функции здесь дойдем mi band 2 но здесь казалось бы все просто здесь мы можем посмотреть шаги здесь измерить пусть здесь посмотреть батареи но здесь на самом деле больше всего то есть половина нами бенди втором просто выключена в приложении me fit и нам показывает также дистанцию сожженные калории все остальное как вынимается да вот у нас казалось бы mi band 2 все сложно нет он у нас вынимается внутрь а вставляется соответственно сверху почему так мы просто потому что так удобней вставлять по поводу mi band а то есть он у нас я так понимаю выниматься будет вот сюда а как ну не внутри же его потому что он у нас просто видите да он захлестом на браслетик идет и я так думаю что да то есть вот немножко потянул и сюда его соответственно вытащил вот и капсулка вы видите разница да то есть давайте я даже вы на 2 и покажу вам капсулки то есть они у нас по размерам даже совсем разненькие то есть здесь то одинаковые сердцебиение датчиком и там и там светит этот пульс на мете умудрился mi band 2 как я не понимаю вот вот я даже не знаю что еще рассказать mi band 2 он в принципе ничем не отличается по функциям от mi band 3 новыми band 3 соответственно его же опять же интереснее будет смотреть когда он будет цены все модуль почему потому что nfc интересней оплачивать да и на все но он то есть не просто так на руке быть виси потому что сейчас он использует функцию часов то есть ты вот на нем взял время посмотрел там уведомления какие-то полистал прочитал и по сути ты все больше от него никакой пользы потому что ты ответить его на уведомление не можешь динамика в этом браслете нету микрофона соответственно тоже то есть он испытывает точнее испытывает он используется в роли у на фитнес трекера то есть он отслеживает активность твоего более-менее сон твой смотрит пульс меряет шаги и дистанция калории и все то есть до apple watch ему конечно же далеко потому что она стоит соответственно меньше то есть это глупо было бы сравнивать функциональности эти два браслета и браслеты часы вот такая вот разница между этими двумя браслетами ребят я не знаю просто чу еще о нем сказать я уже высказался все все начальные характеристики есть в распаковке этого браслета то есть ну вот такой браслет вибрирует он кстати приятнее чем вот этот этот вибрирует как-то более шумно более звонко а этот вибрирует у нас гораздо более тихо но более ощутимо то есть моторчик сюда поставили хороший поэтому ребят такие вот у нас браслеты от сяоми mi band 2 и mi band 3 будем ждать дальше продолжение развития линейки потому что mi band 3 плюс nfc или как-то так он называется он должен быть бомба цветной экран все остальное посмотрим на него когда он выйдет на с вами был дизер накидывайте лайки вступайте в группу вконтакте подписывайтесь на меня в твиттере в инстаграме и в телеграме кстати тоже канал есть все ссылки как обычно в описании все до новых встреч совсем скоро увидимся